В Украине 8 вечера, время узнать последние новости страны и мира. В студии с вами Татьяна Будь и вот главная тема сегодняшнего выпуска. Израиль назвал условия для экстрадиции чиновников времен Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-министра образования Дмитрия Табачника. На этот вопрос Юрий Луценко обсудил с генпрокурором Израиля в ходе своего визита в эту страну. По его словам, экстрадиция Ставицкого возможна при условии гарантии возможности отбывания им срока наказания в Израиле. Более того, Луценко готов предложить экс-министру пойти на сделку со следствием, что поможет ему уменьшить срок наказания. Что же касается Табачника, генпрокурор сообщил, что тот объявлен в международный розыск, да судебное следствие продолжается. Я напомню, что экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из 2014 года живет в Израиле под именем Натан Розенберг. Его обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, а также в незаконном выделении земли под резиденцию Януковича Межегория. Напряженную ситуацию на границе с Крымом и увеличение количества обстрелов боевиками на Донбассе обсудили по телефону президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. Об этом сообщается на сайте администрации президента. Собеседники подчеркнули важность политико-дипломатических усилий с целью деоккупации Крыма. Байден акцентировал внимание на последовательной позиции США в вопросе непризнания оккупации Крыма. Стороны также обсудили важность предоставления в ближайшее время Украине транша МВФ. Позиции на Мариупольском направлении буквально содрогаются от залпов вражеской артиллерии. Бои здесь не стихают даже днем. Этой ночью в результате артобстрела тяжело ранен украинский военнослужащий. Боевики бьют точно, корректируя огонь с помощью беспилотников. Подробнее Станислав Кухарчук. Над Приазовской степью садится солнце. Этот пейзаж словно из мирной жизни. Правда, о мире здесь только мечтают. Это крайний опорный пункт перед оккупированным Коминтерного. Ребята здесь всегда в полной боевой готовности. Оружие уже заряжено. Теперь Кирилл спешит поужинать. Бывало, что ставили уже мясо пожарено, ставили картошку в казанок и погнал обстрел. Картошку поздувало. Мясо поели. Каждый раз по-разному. Перед закатом у бойцов есть время даже немного расслабиться. Юрий Михайлович на этих позициях уже 9 месяцев. Они постреляют что-то. Они сегодня проснутся сейчас. Только начинают именить, тогда они начнут просыпаться. Ну то, что оттуда сейчас. Там не работают, работают. Да и противника наши ребята теперь знают в лицо. На этих кадрах позиции наемников на окраине Коминтерного. Видео снято месяц назад. Боевики не стесняясь показывают как, а главное из чего обстреливают наших солдат. Выстрел! Минус 100, лево 20. Этой ночью боевики себя тоже долго ждать не заставили. Едва потемнело, звуки боя заглушили степных цикад. А приазовскую степь осветили вспышки разрывов и трассеры вражеских пуль. Достается и нашему опорному пункту. Бойцам приходится открывать ответный огонь. Ну вот, собственно говоря, и минские соглашения во всей их красе. После стрелкового боя, который закончился буквально 10 минут назад, боевики пустили в ход ствольную артиллерию, скорее всего, что тяжелую. Артиллерийские обстрелы бьются почти до утра. Боевики бьют в три захода, корректируя огонь с помощью беспилотника. На соседней с нашей позиции есть раненые. Уже на рассвете канонада вражеских обстрелов стихает. При дневном свете живописная приазовская степь становится похожа на картину апокалипсиса. Станислав Кухачук, Владимир Дедов, Игорь Щепец. Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Подольский райсуд Киева арестовал задержанного на взятке в 230 тысяч гривен чиновника Госслужбы Украины по делам ветерана войны и участников АТО. Как сообщила прокуратура Киева, суд избрал ему меру пресечения. Арест с альтернативой внесения залога в размере 2 миллиона гривен. Я напомню, что чиновника поймали на горячем, когда он получал взятку от коммерческой структуры за победу в конкурсных торгах по выполнению работ по психологической реабилитации участников АТО. Имя арестованного не сообщается. Ссора в ресторане закончилась перестрелкой. В результате выяснения отношений между посетителями заведения двое оказались в больнице. Подробнее о происшествии расскажут наши корреспонденты. Киев, улица Братиславская. В полночь возле одного из ресторанов звучат выстрелы. Мужчины, отдыхавшие в заведении, повздорили и вышли на улицу выяснять отношения. Дальше завязалась драка, и один из них достал пистолет. В итоге двоих мужчин с ранениями госпитализировали, а злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Позже правоохранителям удалось задержать один из автомобилей. Водителем оказался 24-летний уроженец Винницкой области. Поиски остальных участников продолжаются. В ходе плана перехопления был затриман автомобиль, и был затриман одного из нападников, в которого вылечена травматичная оружие, которая использовалась в прискоянии этого злочину. Он на сегодняшний час затриман. Один потерпелый, у него легкие телесные ускорения, жизнь ничего не загрожает. В полиции уже открыли уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Ольга Зервинская, подробности, телеканал «Интер». Вспышка африканской чумы свиней теперь в Римненской области. Хотя массовый падеж поросят в Дубровицком, Владимирецком и Заречнинском районах продолжается уже две недели, только пару дней назад ветеринары спохватились и отвезли образцы тушь животных в столицу на экспертизу. Результат не порадовал. Инна Белецкая подробнее. У Марии Володька большая семья, да и хозяйство немалое. Свиней всегда держали много. И вот в одночасье лишились всего поголовья. В начале одни заболели. Но мы, что заболели, не лечили. Ветеринары в районном центре, к которым обратилась женщина, кроме мазей, ничего не посоветовали. И не лечили, давали, давали, не подохли. Она распоросилась, а через сутки пропала свиня. А поросятка еще и тиждень соски погодовала маленькие, подохли все. Кажет, у нас мы все сами не знаем. Кажет, у нашей такой вакцины не знаем, что от чего и вакцины такой нет. В Вербовке массовый падеж вот уже две недели. Симптомы одинаковые. Олег Ротер встречает нас с радостью. Сперва принимает за ветеринаров. Говорит, вот бы их наконец-то дождаться. Он один из немногих, у кого поросята чувствует себя хорошо. Не утратили ни активности, ни аппетита. Вот только покрылись темными пятнами. Сельсовета в Вербовке нет. До него больше 10 километров по бездорожью. Чиновники говорят, о массовой гибели свиней узнали от нашей съемочной группы. Свернений от людей до выполнения комитета сельской ради не поступало. Районные ветеринары только вчера отвезли туши животных на экспертизу. Говорят, раньше не знали, что свиньи болеют и умирают. Вечера они нам, где-то после обеда позвонили. До чего? Властники. Властница загинул. До чего не было загибель. Но, как оказалось, о массовой гибели свиней районные ветеринары знали. Ведь приезжали в Вербовку, чтобы выдать Марии Володько хлорку. С Дубровцы, по-моему, они приезжали. Место в лесу, где жители Вербовки закапывают свиней под самой белорусской границей. Ветврачи говорят, только оттуда болезнь могла попасть в Римненскую область. А теперь вопрос, хватит ли хлорки, чтобы обезопасить могильник. Ведь, наконец-то, возникшие подозрения районных ветеринаров подтвердили в столичной лаборатории. И сколько мяса из зараженных сел уже успело попасть на рынки. Татьяна Овинникова, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Римненская область. В Запорожье заложили аллею создателей независимости Украины. Место выбрали символичное на площади Свободы, где раньше стоял памятник Дзержинскому. Сегодня здесь торжественно открыли первые две стелы украинскому воину и запорожскому казаку. Планируется, что уже в следующем году их заменят на скульптуры. А в будущем здесь также появятся памятники украинскому ученому, селянину и нескольким историческим личностям. В Запорожье нет за 25 лет такого места, которое бы привязывало знаково Запорожье к независимости. В Запорожье нужна такая аллея, потому что Запорожье связано и с генералом Безручко, и с Вишеванем. Это те люди, которые творили независимость. Но их не видно ни в памятных знаках, ни в памятных. И вот эти стелы, которые мы започатывали, это только начат. Немца с гранатой задержали украинские пограничники. Через пункт пропуска Краковец он направлялся в Польшу на автомобиле БМВ. Пограничникам водитель показался подозрительным, и они попросили его пройти детальный осмотр. Проверку проводили кинологи с собакой. В итоге в бардачке машины нашли пакет из гранаты Ф-1 без запала. Резко обострилась ситуация в районе Авдеевки и Песок. Это пригороды Донецка. Боевики значительно увеличили количество обстрелов. Активные боевые действия не прекращаются даже днем. Репортаж из передовой Вениамина Трубачева. Чем ближе к Авдеевке, тем отчетливее слышны залпы и взрывы. Это боевики обстреливают промзону. Там находятся позиции военных. Вражеские мины падают с периодичностью буквально в несколько минут. БМП работали. Мы вели прицельный огонь, в основном по промзону. Сюда начали прилетать 80-е мины. Интервью с бойцами приходится прерывать и прятаться в укрытие. Военные говорят, может прилететь и на эту позицию. Если раньше стреляли в основном ночью, то сейчас боевые действия идут здесь и днем. Это явно не миномет, это работает артиллерия. По звуку это слышите, потому что звук глухий. То есть миномет выдаёт немного другой звук. То есть это может быть и 122, и 152. В районе Опытного, это тоже пригород Донецка, ситуация не менее напряжённая. Часто доходит даже до стрелковых боёв. Укрепление боевиков на расстоянии не больше километра. И вражеские пули свистят прямо над головой. Это Донецкая окружная дорога. Вот посадка, за ней уже сам город и позиции боевиков. Сейчас относительно тихо, только изредка слышны взрывы. Но вообще эта территория полностью простреливается. Именно здесь пытались пройти вражеские диверсанты. Это произошло сегодня ночью. Наблюдатели их вовремя заметили и открыли огонь. Противник вынужден был отступить. Попробовала группа с Донецкого аэропорта пройти на нашу территорию. Багато было их? Точно вам сказать не могу. Как кажется, не раховывал. Обычно такие группы противника работают под прикрытием артиллерийского и миномётного огня. Штук 20-30. Мин там за годину прилетает? Это таки в нашу сторону. А что дальше там делается, мы этого не знаем. Активные боевые действия идут и в районе Марьинки и Красногоровки. На этих участках фронта все атаки боевиков тоже удалось отбить. Вениамин Трубачёв, Владлен Ноли и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Организация объединённых наций заинтересовалась поездкой Владимира Путина в Крым. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко встретился накануне с первым замом генсекретаря Яном Элисоном. Обсудили противоправное пребывание президента России на оккупированном полуострове. И напомню, что Путин в пятницу посетил Крым, где выступил с антиукраинскими заявлениями и обвинил Киев в провокациях на полуострове. В тот же день в МИД Украины выразили решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием Путина в Крыму. Число жертв теракта в Ницце выросло до 86. Накануне от полученных травм в больнице скончался ещё один пострадавший. У него остались жена и двое детей. Я напомню, что теракт на английской набережной Ницце произошёл 14 июля, в день взятия Бастилии. Выходец из Туниса на грузовике въехал в толпу людей, которые наблюдали за салютом. Среди погибших 10 детей, а также один украинец. В джунглях Кале ситуация выходит из-под контроля. Это вынужден признать мэр французского города. Британские водители и вовсе призывают вести армию в этот район. Мигранты становятся всё агрессивнее в попытках попасть на британскую землю. Наш спецкорс Светлана Чернецкая продолжит. Просто переезжай его, здесь ещё не так много. Не останавливайся, это то, что им надо. Ночь, трасса, мигранты. Как только нелегалы видят на горизонте авто с английскими номерами, пытаются остановить его любым способом. Часто подвергая риску и свою жизнь, и всех участников движения. Для многих обитателей джунглей Кале единственный способ попасть с французской территории на британскую – забраться в попутку. Они десятками пакуются в фуры зазевавшихся водителей. Чаще всего нелегалов обнаруживают. И с каждой безуспешной попыткой они становятся всё более дерзкими. Они появляются из ниоткуда. У меня самого жизнь была на волоске. Удалось выкрутить руль в последнюю минуту. Хорошо, что я был один в машине. Но представьте себе, что я бы вёз ребёнка. Они разбивают битыми окна, бросаются камнями. В ассоциации автомобильных перевозчиков Великобритании фиксируют всё больше обращений и об ограблениях на этой трассе. На водителей нападают с бензопилами, железными прутьями и коктейлями Молотова. Британские перевозчики обратились к французским властям с призывом ввести армию в этот район. Ситуация в джунглях вышла из-под контроля, подтверждает и мэр города Кали. В прямом эфире французского телеканала она обвинила президента Оланда в бездействии. Здесь не хватает полицейских, да и те, кто есть, очень измучены. И не могут больше сдерживать банды мигрантов. Более того, сами страдают от нападений. Уже больше года я прошу, чтобы сюда привлекли армию. Мистер Оланда и правительство должны вмешаться в беззаконие, творящееся в Кале. Стихийный лагерь нелегалов разросся до размеров города. Здесь свои законы и порядки. Есть магазины, мечети, даже ресторан и театр. До 9 тысяч человек увеличилось количество жителей джунглей Кале. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все они мечтают перебраться поближе к Лондону. Вот только в самой британской столице, похоже, предпочитают не замечать проблемы по ту сторону Ла-Манша. И вмешиваться не собираются, по крайней мере, до тех пор, пока французам удается сдерживать нелегалов. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер. В Германии армию и полицию планируют готовить к масштабным терактам. Первые совместные учения Бундесвера и полиции могут провести уже в ноябре. Об этом заявил председатель конференции министра внутренних дел федеральных земель Клаус Буллен. Я напомню, Конституция ФРГ запрещает использовать армию внутри страны. Исключение составляет только оказание помощи гражданам во время природных катастроф. Но месяц назад немецкое правительство утвердило новую стратегию в сфере безопасности и обороны. Согласно документу, армия теперь может сотрудничать с полицией в случае террористической угрозы. Телефон как способ идентификации личности. Почему немецкие силовики планируют проверять смартфоны беженцев на границе и что будут искать? В телефонах подробнее Татьяна Лагунова. Предъявите документы или смартфон. Власти Германии придумали, как проверять беженцев, которые прибывают в страну без паспорта или другого удостоверения личности. Больше чем корочка, владельце может рассказать его телефон, тем более, что у большинства он всегда при себе. У многих беженцев нет никаких документов, удостоверяющих личность, но практически у всех есть смартфоны. Телефоны планируют проверять прямо на границе последние звонки, переписку и контакты в социальных сетях. Это, по мнению силовиков, поможет вычислить людей, которые связаны с ИГИЛ или другими террористическими организациями. Мы скажем, если вы хотите в Германию, мы должны проверить вас на безопасность. И в рамках этой проверки, например, попросим показать контакты в социальных сетях за последние несколько месяцев. Это не слишком большое требование, но оно поможет усилить безопасность в Германии. Когда немцы внедрят подобные проверки, точно неизвестно. Сначала они хотят изучить опыт других стран. Смартфоны беженцев, у которых нет при себе никаких документов, уже проверяют в Норвегии, Швеции, Нидерландах и Дании. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Миссия спасения Земли. В Вашингтоне раскрыли подробности проекта, идея которого масштабнее сюжета любого фантастического фильма. Что за астероид угрожает нашей планете и как американцы намерены его изучать? Мой коллега Дмитрий Анопченко выяснил это в штаб-квартире НАСА. Это Бену, астероид, затерявшийся в глубинах космоса. Его открыли три года назад и назвали по имени птицы бога Осириса. Казалось бы, ну что в нем такого? Но ученые выяснили, есть вероятность, что в будущем именно этот астероид может упасть на Землю. Рассчитали и ущерб от столкновения с планетой, как от взрыва бомбы в 2700 мегатонн. Ведь диаметр Бену, как две эфелевы башни, целых полкилометра. Так появился проект Осирис. Вот этот зонд уже в сентябре должен полететь к Бену, чтобы разведать, насколько он опасен и когда именно орбиты астероида и Земли могут пересечься. Это черный астероид, который мы будем изучать. Узнаем его орбиту, все о нем и привезем назад образец. Это фантастическая миссия. Фантастическая еще и по своей сложности. Уже полвека ученые из НАСА пытаются получить образцы инопланетной породы, но пока безуспешно. Но теперь это просто необходимо. На случай, если в будущем, совсем как в фантастических фильмах, на Бену нужно будет устанавливать взрывчатку, чтобы изменить его орбиту. Поэтому придется бурить поверхность астероида и вести на Землю фрагмент его грунта для изучения. Мы получим самый крупный образец из космоса за последние 50 лет. Мы и без того знаем многое о загадочном Бену. Но когда достигнем его, это все изменит. Мы сможем планировать высадку на астероиды, людей или роботов. Вариант высадки на Бену, совсем как в голливудском боевике с Брюсом Виллисом, тоже не исключен. Но его пока не просчитывают. Проект и так дорогостоящий. Соединенные Штаты уже израсходовали на него 800 миллионов долларов. Но авторы идеи уверены, эти деньги ничто. Ведь если худшие прогнозы сбудутся, астероид может стать причиной катастрофы планетарного масштаба. Поэтому с таким нетерпением будут ждать старта. 8 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Вот только результаты получат лишь через несколько лет. Но только представьте, путь в космосе, чтобы подлететь к Бену, займет три года. Но образцы его грунта вернутся на Землю лишь в 2023. А значит, все это время ученые продолжат спорить, чем именно может угрожать планете черный астероид. Официально признанный НАСА – одной из самых больших угроз для Земли. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Северокорейский чиновник сбежал в Европу, прихватив с собой миллион партийных долларов. В Лондоне запустят метро в ночные часы, а американцы – в предвкушении фильма об истории любви Барака Обамы. Подробнее об этих и других новостях далее в коротком обзоре международных новостей. Северокорейский казначей с миллионом долларов потерялся в Европе. Об этом сообщает южнокорейское издание «Инхаб» со ссылкой на анонимные источники. Имени сбежавшего чиновника не раскрывают, но утверждается, что он отвечал за финансы трудовой партии, КНДР и даже за личные деньги вождя. Эти средства могут быть оформлены в европейских банках на счетах вымышленных клиентов. Молния ударила в голову статуи «Свобода» в США. В результате происшествия никто не пострадал. Самая знаменитая скульптура Нью-Йорка тоже уцелела. Хотя на этих кадрах видно, как мощный удар молнии пронзает статую сверху вниз, с головы до самого основания. Лондонское метро заработает в круглосуточном режиме. С сегодняшней ночи будут открыты две линии. Позднее планируют запустить еще три. На открытии круглосуточного движения поездов в подземку спустился сам мэр Лондона Садик Хан. Он заявил, что идея запустить метрополитен в ночные часы прежде всего должна облегчить жизнь медсестрам, охранникам, туристам, ну и, конечно же, завсегдатаем ночных клубов. Фильм о страстной любви президента США Барака Обама и его жены Мишель выйдет в прокат уже на следующей неделе, 26 августа. Романтическая картина обещает раскрыть много подробностей личной жизни президентской четы, а именно детально расскажет об их знакомстве и первом свидании. Сценарий авторы писали на основе интервью президентской семьи, которая никогда не скупилась на любовные откровения. Авторы еще не показывали ленту Бараку и Мишель, но очень надеются, что она им понравится. Эта пара в браке уже почти 25 лет. У них двое дочерей – Саша и Малия. Человек должен работать над своим телом до тех пор, пока не окажется в могиле. Такими словами, Арнольд Шварценеггер открыл ежегодный азиатский классический фестиваль спортивного разнообразия. На этот раз мероприятия проводятся в Гонконге. Знаменитый актер прибыл к самому старту соревнований и рассказал, что сам до сих пор ежедневно встает в 5 утра и тренируется в спортзале. При этом бывший губернатор Калифорнии добавил – не менее важно тренировать и свои умственные способности. Дарт Вейдер и Йода взлетели в небо над американским городом Льюистон. Воздушные шары с изображением героев «Звездных войн» привезли из Бельгии на ежегодный фестиваль. Его проводят уже 24-й раз. Но таких креативных форм фестиваль еще не видывал. Поэтому и желающих полетать на Йоде и Дарте Вейдере больше всего. Фестиваль воздушных шаров в американском штате Мэн продлится до завтра. Еще одна бронза Украины на летней Олимпиаде в Рио. В этот раз медаль завоевал экипаж «Каноэ» двойки. Дмитрий Янчук и Тарас Мещук пришли третьими в гребле на дистанции 1000 метров. И напомню, что ранее в мужском спринте на «Каноэ» украинец Юрий Чебан выиграл золото и стал первым спортсменом в истории Олимпийских игр, который преодолел 200 метров чуть больше, чем за 39,2 секунды. На данный момент в копилке Украины две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды. Накануне нардепы Антон Геращенко и Иван Винник заявили, цитирую, хакеры средней руки могут запросто взломать систему электронного декларирования. Как пример, привели зарегистрированную декларацию одного из членов нацагентства по предотвращению коррупции Руслана Рябошапки. Там значится, что в прошлом году он получил от определенной компании 25 миллионов гривен. Сам Рябошапка нам по телефону заявил декларация. Не его, все произошедшее, провокация. Он намерен обращаться в правоохранительные органы. И вот сегодня госпредприятие «Украинские специальные системы» опровергло выдачу фейковой подписи Рябошапки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте госпредприятия. Я цитирую, «Рябошапка не обращался по поводу выдачи открытого ключа, поэтому информация о взломе системы – фейк». Конец цитаты. И это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Последние новости вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности ее и приятного вам субботнего вечера. И до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok